Детский и юношеский спорт Детская школа художественной гимнастики считается одной из сильнейших в стране. Имена Ирины Чащиной, Ксении Дудкиной, Маргарита Личук и Евгении Канаевой прославили Россию на чемпионатах мира, Европе и Олимпийских играх. И все эти великие спортсменки занимались вот в этом центре художественной гимнастики. Надо же! Теперь понятно, почему мы здесь. О тренировочном процессе гимнасток, о соревнованиях и многом другом мы сегодня поговорим в нашей программе. Какие девочки подходят для художественной гимнастики? Когда ребенок гибкий, растянутый, связочки, косточки у него мягкие. Кто может пробиться в большой спорт? Кого-то, лень у кого-то, там, может быть, школа больше занимает месток. Даже самые юные омские гимнастки знают, почему Евгения Канаева побеждает на соревнованиях. Из всех можно сделать чемпионку, но она твердолюбивая, поэтому она стала чемпионкой. Если для большинства омских мальчишек хоккей – спорт номер один, то для девочек, без сомнения, художественная гимнастика. Ведь это самый женственный и красивый вид спорта. Он заставляет восхищаться пластикой движений, владением предметами, гибкостью спортсменок, их улыбками и красочной феерией костюмов. Художественная гимнастика для России – главный предмет национальной спортивной гордости. Здесь нашим спортсменкам практически нет равных. Начиная с Олимпиады 2000 года в Сиднее, наши девушки никому не отдавали первое место в самом престижном виде программы – многоборье. На последнем чемпионате мира сборная России завоевала семь золотых медалей из девяти возможных. А главной героиней с шестью высшими наградами стала 19-летняя амичка Евгения Канаева. Она – абсолютная чемпионка планеты. На сегодняшний день Канаева не только кумир и гордость омских гимнасток, но и флагман национальной сборной. Первой представительницей Омской области, завоевавшей титул чемпионки мира, стала Галимаша Угурова. Именно ее достижения положили начало громкой славе нашей школы художественной гимнастики. Следующей звездочкой ярко блеснула Татьяна Дручинина. Она смогла собрать в свою копилку титул чемпионки игр доброй воли, чемпионки Европы и призера Кубка мира. В последующие годы лучшими в мире также становились Санья Баби, Наталья Пусе, Татьяна Решетникова. На Олимпийский педестал первой из амичек зашла Ирина Чащина. Она завоевала серебряную медаль в Афинах. Закономерным этапом достижений должно было стать олимпийское золото. Ждать пришлось недолго. В 2008 году в Пекине воспитанницы областного центра художественной гимнастики Евгения Канаева и Маргарита Ильичук зашли на первую ступень педестала почета. Омская школа художественной гимнастики – это и вправду уже бренд. Специалисты отмечают у наших девушек свой совершенно особый, фирменный, неповторимый стиль, который выражается в необыкновенной легкости и виртуозности. Он давно стал их своеобразной визитной карточкой на международной арене. Эти драгоценные качества прививают в детстве, в спортшколах. В Омске их шесть. У каждой свои традиции и свои достижения. Мы в центре художественной гимнастики, который не только колыбель наших звезд, но и настоящая кузница по подготовке Олимпийского резерва. Вот этот самый резерв и готовит сейчас Елена Арась, заслуженный тренер России, первый наставник Ирины Чащиной и Евгении Канаевой. В 2009 году она получила звание лучший детский тренер России. Судя по количеству раскрытых ею талантов, она знает какой-то секрет. Какой – не признается. Хорошие данные – это когда ребенок гибкий, растянутый, связочки и косточки у него мягкие. Когда у него красивая стопа, как вот в балете отбирают, чтобы носочек хорошо тянулся, чтобы была хорошая фигура, чтобы не был ребенок полный, а был достаточно стройный. Хорошие данные, как показывает практика, имеют вовсе не решающее значение. Идеально подходящих для этого вида спорта детей почти не встречается. Елена Арась вспоминает, что Ира Чащина имела довольно заурядные физические данные. Она была крепенькой, ей не хватало гибкости, растяжки. Женя Канаева, наоборот, с самого начала отличалась гибкостью и пластикой. Но у нее были проблемы со стопой, не тянулся носочек. Каждая из девочек работала над своими недостатками с невероятным упорством. Поэтому они и достигли впечатляющих результатов. В формуле их успеха, по мнению наставников, заложено 40% силы характера. Очень много талантливых девочек приходит. Но со временем, когда они начинают тренироваться, у кого-то лень, у кого-то, может быть, школа больше занимает место. Кто-то, может, просто еще что-то хочет делать. У кого-то терпения не хватает. Поэтому выживают сильнейшие, которые целуюсь суверенно готовятся и работают. Все загораются надолго в небе и переплетаются, как лента вместе. Маленькая Таня есть у каждого в сердце, там она танцуется невидимой дверцей. За этой пластикой, грациозностью, а точностью движений стоят ежедневные, порой изнурительные тренировки. Многократное повторение одних и тех же элементов. Соня Скомарох уже 7 лет занимается художественной гимнастикой. Она рассказывает, что в первое время было очень трудно. Нагрузки на тренировках казались мучением. Соня бросала занятия, но мама стояла на своем, и девочка вернулась в гимнастический зал. Было очень тяжело, растяжка. Это самое трудное, что было в начале. Я сначала очень хотела, потом мне разомравилось заниматься. Но мама вовремя в момент мне сказала, что нужно тренироваться, и сейчас я полюбила этот вид спорта. Он мне родной. Соня достаточно быстро уловила связь между неприятными минутами растяжки и последующей легкостью выполнения упражнений. Ведь когда получается сложный элемент, признается юная гимнастка, от радости захватывает дух. Теперь она с удовольствием делает все, что требуется на тренировке. Ее уже захватил спортивный азарт. Соне хочется чего-то добиться, и она, кажется, поняла, что для этого нужно делать. Для этого нужно, во-первых, не лениться, а самой сюда приходить одни за счетом, например, просто потренироваться. И трудолюбие, ни на тренировках не разговаривать, ни сидеть, но как бы самой, ну, без тренера нужно тоже уметь тренироваться. Правда ли, что у вас есть какие-то особые диеты? Почему? Все можно есть, только в меру. Бывает и так, что тренер отлучится. Некоторые девочки пользуются паузой, прекращают упражнения. Соня нет. Ее ответственности и серьезное отношение к занятиям тренер оценил и поручает проводить разминку со своей группой. Первые шаги в художественной гимнастике желательны в очень юном возрасте – в 3-5 лет, так как организм ребенка гораздо восприимчивее к развитию гибкости, координации и быстроты движений. В художественную гимнастику берут почти всех. Омские спортшколы ежегодно пополняются сотнями девочек. Я маленькая девочка, в гимнастику хожу, с мячом я занимаюсь и с обручем дружу. Хочу я стать гимнасткой, хочу я гибкой стать, на всех соревнованиях медали получать. Как знать может среди этих девочек, которые старательно тянут ножки, новые звезды художественной гимнастики. Но заявят о себе они еще не скоро. Чтобы понять возможности малышек, по словам тренеров, требуется не менее двух лет. Тогда и происходит первый отсев. Выбывают те, у кого проблемы с вестибулярным аппаратом или терпением. Не исключены частые травмы и боли в ногах. Ведь некоторые упражнения девочки порой выполняют через боль. Главные качества характера гимнастки – это сила воли и выносливость. Тренировки девочек младшего возраста ограничиваются одним-двумя часами в день. У старших нагрузка в несколько раз больше. В подростковом возрасте, как правило, происходит еще один виток отсева. Девочки уходят из-за травм или отсутствия перспективы. На каком этапе тренировочном понятно, вот эта гимнастка пойдет дальше, это середнячок стабильный, а у этой вообще ничего не получится. На каком этапе? Ну, я думаю, что лет в 11-12 это уже все становится понятно. И многие девочки, которые прекращают заниматься художественной гимнастикой, они идут в другие секции, в аэробику, в черлидинг. Сейчас очень модный вид спорта развивается, в танцевальные коллективы. Поэтому, в принципе, у нас дети получают такую хорошую начальную подготовку, что их с радостью берут потом, но в любые другие виды спорта. Большой интерес подрастающего поколения к художественной гимнастике вполне объясним. В нашем регионе делается все возможное для развития этого вида спорта. Поощряются талантливые педагоги, организовываются и проводятся турниры различного уровня. От межшкольных до соревнований международного уровня. Сибирские ласточки, Кубок губернатора, Мемориал Галины Горенковой. Все эти соревнования уже имеют вес в спортивном мире. Ведь именно на них получили старт в большой спорт наши знаменитые чемпионки. Кроме того, региональная власть, понимая значение Омской школы художественной гимнастики для российского спорта, расширяет возможности детей для занятий. В самом ближайшем будущем Центр художественной гимнастики получит от областного правительства шикарный подарок. Новый суперсовременный многозальный спорткомплекс. Сейчас мы начинаем большой проект. На днях мы объявим уже конкурс строительный. Это, конечно же, новое здание Центра художественной гимнастики. Это будет большой спортивный комплекс с четырьмя гимнастическими коврами, общей площадью более 6000 квадратных метров. Строительство спорткомплекса начнется летом этого года. Будут там дополнительные залы для хореографии и тренажеров. Он вместит еще трибуны для 600 зрителей. Новый дворец станет достойным местом для занятий будущих звезд художественной гимнастики. Кать, теперь тебе понятно, какими усилиями достигаются потрясающая легкость и красота движений в художественной гимнастике? Да, очень много упражнений на растяжку, гибкость, координацию. А еще я поняла, что этот вид спорта придуман специально для здоровья и женской красоты. А чемпионами становятся только единицы. На этом мы прощаемся. Занимайтесь спортом.